Доктор исторических наук Михаил Мухин в Баку впервые. Главная цель визита – презентация монографии о роли Азербайджана в победе над фашизмом. В зрительном зале азербайджанские учёные, представители ведущих вузов столицы, а ещё ветераны войны и труда – непосредственные свидетели исторического периода, который лёг в основу новой книги российского учёного. Как рассказывает Михаил Мухин, в годы Великой Отечественной войны возможности в обеспечении нефтепромыслов ресурсами были ограничены, а после того, как гитлеровцы перехватили значительную часть железных дорог, которые шли в Закавказье, это стало почти невозможно. Нефтяникам Абшерона пришлось делать ставку на собственные ресурсы. И вы знаете, когда читаешь о том, как это делалось, вообще-то по сей день волосы шевелятся на голове. Они вырубали обсадные трубы из заброшенных скважин, чтобы бурить новые. Больше всего меня поразил прецедент с чугунными вкладышами для лебёдок. Это эти вкладыши, которые надо было вставлять в лебёдки. Чугуна для этого не было. Поэтому вкладыши точили из дерева. Такой деревянный вкладыш разваливался через 2-3 дня. И надо было точить новый вкладыш. Но в стране отъявился бензин. Поэтому они точили новые, новые, новые вкладыши. В Баку производилось до 80% топлива, столь необходимого советской армии. По словам учёного, Азербайджан в годы Великой Отечественной войны не раз становился темой научных исследований. За основу своей работы Михаил Мухин взял изучение экономической ситуации в непростой для страны период. Мне удалось найти материалы, которые описывают нефтепромышленность Азербайджана не с высоты общесоюзных, а вот на уровне разреза отдельных трестов и отдельных предприятий. И из того, что я изучил, вы знаете, для меня самый главный урок, самый главный вывод, что тогда они, наши деды, прадеды, наши предки, осилили. Они уперлись и сделали фактически невозможное. И теперь мы обязаны, возражаясь таким высокопаркным стилем, быть достойным их памяти. Если перед нами встанет какая-то новая проблема, мы должны осилить, иначе нам перед ними будет безумно стыдно, потому что им было не в разы, им было на порядок сложнее. Помимо добычи нефти, в Баку производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов. В годы Великой Отечественной войны жители Азербайджана не только самоотверженно трудились в тылу. На фронт ушло более 700 тысяч граждан республики. Почти половина домой так и не вернулась. Более 400 воинов-азербайджанцев были награждены различными орденами и медалями. 14 стали полными кавалерами Ордена Славы. 123 удостоены звания Героя Советского Союза.